Уважаемые коллеги, в этом году в широком общественном дискурсе оказалась ситуация на Украине. Украинское государство вдруг фактически оказалось на грани своего физического существования, фактически распадается. И лейтмотив доклада определить, а можно ли прогнозировать распады государств, гибель государств. И вторая задача оценить, а Россия сегодня в каком состоянии по отношению к этим угрозам находится. Вопрос о кайтериях успешности поднимался еще давно, еще в античные времена. И этот кайтерий, я напомню, противопоставление Айстотеля. Айстотель противопоставлял два принципа в стратегическом целеполагании. Это экономия, это экономия и это хайматистика. Экономия буквально домостроительства. Хайматистика, главное для хайматистики, это не строительство собственного дома, а это получение прибыли. Сегодня, по сути дела, тот же самый дискурс. Дискурс с одной стороны. Конкурентноспособность. Это такая эманация хайматистики на современном этапе. И жизнеспособность. Мы в своих работах вносим кайтерии именно жизнеспособности. Но если мы говорим о жизнеспособности государства, то, значит, прекращение этой жизнеспособности это смерть государства. А можно ли определить, когда наступает смерть государства? Можно ли эти признаки того, что государство близко к состоянию смерти, каким-то образом выявить? Начну с высказывания Василия Розенова по отношению к опыту февральской эволюции. Русь слиняла в два дня, самая большая в Таи, но не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом ничего, писал Василий Розенов. Смотрим ситуацию, которая сложилась с распадом Советского Союза. Казалось бы, по военным потенциалам, как минимум, Советский Союз и Советский Блок не отставал. А если мы посмотрим по многим параметрам, по его сходил противостоящий, альтернативный блок в военном плане не проигрывал. В экономическом плане, да, темпы роста были ниже, чем в прежние десятилетия, но они все равно были выше, чем у Соединенных Штатов Америки и их союзников. То есть ни в военном, ни в экономическом плане поражение не очевидно. То есть сыграли роль в этом распаде какие-то другие факторы, которые в классическом вот рассмотрении теории успешности государств не называются. Вот вопрос и заключается в том, а можно ли эти факторы выявить, можно ли эти факторы проецировать применительно к современному развитию и развитию в будущем. Какие существуют сценарии гибели государства? Таких сценариях исторически можно зафиксировать три основных. Первый сценарий это когда показатели страны и государства деградируют, страна устремлена к смерти, и в общем понятно, что рано или поздно это государство прекратит свое существование. Как исторический пример, можно вспомнить Османской империи, ее называли в 19 веке больным человеком Европы, вопрос был времени, когда Османская империя перестанет существовать. С вторым и третьим вариантом сложнее. Второй вариант, страна вроде бы развивается, показатели, определенные показатели успешности растут, но вдруг не оправдываются дальнейшие ожидания развития, происходит некий сбой и страна прекращает существовать. Это по-видимому опыт Советского Союза. Наконец, третий сценарий. Государство переоценивает свои ресурсы, включается в некую авантюру, и эта авантюра гибет это государство. Опыт фашистской Германии здесь наиболее, пожалуй, иллюстративным. Вопрос заключается в том, возможно ли вот дать оценки этих параметров грядущего сбоя по второму, третьему сценарию. У нас очень долго, как главный параметр успешности, приводили показатели ВВП. Благо того, что ВВП на основе нефтедолларов рос, но вот ВВП пошел вниз. Фактически, либо нулевой показатель, либо даже, как говорят эксперты, отрицательный. И, в общем, переключились на другой показатель успешности, рейтинг лидера государства. Рейтинг лидера государства, безусловно, важный фактор. Он действительно может сплачивать общество, но если этот фактор действует единично, при отключении или парализации других факторов, то страну и государственную власть, и соответствующую властную команду, ожидают, соответственно, тяжелые времена. И здесь приводятся примеры рейтингов популярности по Человек-года, по версии журнала Тайм. То есть, ведь очень многие фигуры, которые оказывались популярными, оказывались Человеком-года. Здесь Перловаль, от 30-го года, итог 45-й казнен. Здесь и Гитлер, здесь и Эфилопский император свергнутый, здесь и Мохаммед Масадык, который через два года после того, как стал рейтом свергнутый, рейт можно продолжить, здесь и Никсон, здесь и Анвар Садан, здесь и Михаил Горбачев, который дважды был рейтом, но известно, к чему привела его деятельность в отношении страны. Значит, этот показатель как минимум вреден для того, чтобы его в единственном числе оценивать в качестве успеха или неуспеха страны. Существуют попытки в мировом таком экспертном сообществе такие индексы создать. Ну, в данном случае я сошлюсь, достаточно он популярный. Индекс угроз распада государства, или его еще называют индекс недееспособности государства, который, значит, американским фондом мира рассчитывается вместе с журналом форум-полиси. Я назову эти принципы, потому что критерий, их всего 12, которые они предлагают, для оценки, потому что это позволит дальше перейти и осветить нашу методологию предлагаемого расчета. Здесь они выделили три интегративные показатели, социальные, политические и экономические. Это уровень демографического давления, уровень миграции беженцев или перемещенных лиц, наличие недовольных и мстительно настроенных групп, устойчивые перманентные миграции страны, по экономическим неравномерность экономического развития, уровень экономической нестабильности, по политическим, шесть у них показателей, уровень делегитимизации и криминализации государственных структур, наличие и качество общественных услуг, уровень нарушения прав человека, уровень влияния аппарата государственной безопасности в качестве государства в государстве, уровень влияния групповых или клановых элит, степень нешательства других государственных или внешних политических субъектов. С одной стороны, конечно, что-то этот индекс позволяет оценить. В данном случае мы видим вот такая вот проекция в рамках теории условноуправляемого хаоса, когда мы видим центр золотомиллиардный, здесь показатели более устойчивого государства и смещается на стороны периферии показатели государственной неустойчивости. Вот мы видим Россия, как выглядит по этому индексу на мировом фоне. Значит, американский показатель, он более чем в половину ниже российского, то есть чем выше показатель, тем выше, соответственно, угрозы. По некоторым показателям общий мировой уровень, значит, российский хуже, чем общий мировой уровень. Но много вопросов к этому индексу. Не смог этот индекс и его эксперты прогнозировать ситуацию на Украине. Украинское государство по этому индексу более устойчиво, чем российское по отношению к угрозам. И когда Гаянов 14-й год, в общем, они оказались, в общем, неинструментальный их индекс. Не смогли они предсказать и арабскую весну и с соответствующими кризисами государств. И, в общем, обнаруживается то, что индекс этот, предложенный по этим 12 параметрам, как минимум недостаточен. Ну вот здесь приводится о населении у нас. Население у нас, действительно, значительная часть населения считает, что угроза гибели государства, она вполне реальная. Причем, называются такие параметры, которые не присутствуют вот в этом, значит, американском индексе. Ну, значит, среди параметров, в частности, естественно, это должен быть параметр. Это вопрос о сепаратизме, вопрос об этнических конфликтах, как мы посмотрим далее. Очень многие государства распадались в результате этих этнических конфликтов. Вопрос эрозии идентичности, вопрос, значительное число россиян говорят об угрозе упадка культуры и подрыва системы образования и науки, как фактор угрозы для государства. Это в индексе американском ничего нет. Поэтому возникла идея предложить свою систему расчета и попытаться определить, как вот Россия себя ведет на этом фоне. Сама философия этого подхода, в общем, может быть связана и описана в контексте развития теории сетевых или сетевоцентричных войн. Напомню, в чем суть, значит, теории. Что можно государство распределить по аяду систем жизнеспособности, по аяду систем функционирования этого государства. В каждой из этих систем есть точки уязвимости. И если целевым образом воздействовать на точки уязвимости, надо найти эти точки уязвимости, не воздействовать на них, то государство может быть уничтожено. Вот в целом теория. Значит, системы, точки уязвимости. Мы перед тем обратились к историческому опыту. Опыт этот говорит о том, что сегодня в мире существует более 200 государств. Погибших государств, по которым достоверно есть информация, значительно больше. Это 638 государств. Многие государства погибали и в 20-м и 21-м веке. То есть нельзя говорить о том, что это архаические только сведения, нельзя это экстраполировать по отношению к сегодняшнему дню. И, в общем, подход заключался в том, чтобы применить этот исторический опыт по отношению к определению факторов угроз гибели государства сегодня. Получился некий перечень. В отличие от американского, здесь 100 было, 100 факторов. Потом в работе, опубликованной с этими факторами, можно будет ознакомиться. И, в общем, было предложено оценить историкам следующее. Значит, 100 факторов. Такой, значит, 0. Такой угрозы реально не существует. 1. Такая угроза есть, но она незначительна. 2. Такая угроза значительна. Вот что получилось по отношению к Российской Федерации сегодня. 200. Максимально возможный балл. Если 200, то есть абсолютно по каждой точке уязвимости государство находится в состоянии, значит, поэтгибельном. Мы видим, что по России вот это вот затемнение наглядно, оно иллюстрирует, какова ситуация. 140 из 200. Как мы увидим далее, это крайний высокий уровень. Время, в общем, бить в набат. Вот, применительно к историческому опыту государств прошлого, где ясно то, что эти государства находились в предгибельном состоянии. Римская империя 5 века и Ризантийская империя 15 века. 149 в одном случае, 158 в другом случае. Но эти государства, которые описывают как классические в теории распада государственности. И, в принципе, показатель России современный 140, он находится в этом, в общем, на этом примерно уровне. А вот мы сравниваем с современными мировыми лидерами или позиционирующимися как претенденты на это лидерство. И смотрите, совершенно другой фон Соединенных Штатов Америки сегодня и КНР. У них есть точки уязвимости. Это черным видно. Эти точки уязвимости, по-видимому, могут в дальнейшем и сыграть. Но в целом, если систему характеризовать, то система не пролонгирует государственную гибель. Точки уязвимости могут факторно сыграть в дальнейшем, но, значит, эти точки могут быть и блокируемы. Показатель 47 и 41, ну, для сравнения, 140 российский, конечно, другая величина. Дальше мы смотрим ситуацию. Россия, 1917 год. Советский Союз, 1991 год. Работает. Тоже объяснительная система, это факторная оцифровка. Это 146 показателя России, 1917 год. 123 гибель Советского Союза, 1991 год. Обращает внимание, что 123 СССР, 1991 год, это ниже, чем 140 Российская Федерация, 2014 год. Украина, в отличие от анализа, который по 12 параметрам у американцев дам, здесь очевидно видно вот это затемнение и соответствующие показатели Украины, 173. Поэтому, когда говорят о том, что Украина не жизнеспособное государство, это, в общем, можно подтвердить и таким образом. А вот Советский Союз с начала 70-х годов, который, по другим оценкам, как раз в это время находился на пике своего могущества, здесь совершенно другая картина. Показатель 27. И когда говорят, что советская система, советская модель якобы была пролонгирована на гибель итоговую, это отсюда далеко не следует. Модель, в принципе, вот во всяком случае по отношению к этому замеру, к этому периоду времени работала. Вот можно видеть это так на общей картине приводимые страны. Здесь мы видим вот те страны одного измерения, одного уровня, значит, по отношению к угрозам гибели. И вот те страны, которые находятся на другом уровне Российской Федерации здесь. И, в общем, опыт говорит о том, что, в общем, ситуация достаточно тревожная. Конечно, факторы влияют различным образом. Есть более значимые факторы, есть менее значимые факторы. Мы попытались посмотреть это следующим образом. Вот по этим посмотрели по государству мира, через историографический опыт, какие факторы чаще всего встречались при распаде и гибели государств. Выделили группу наиболее весомых, с этой точки зрения, факторов, наиболее значимых. Это, перечислю эти факторы, их 15. Значит, это обведение войны, завоевание, неработоспособность системы государственного управления и институтов государственной власти, низкие профессиональные или нравственные качества чиновничества, в том числе коррумпированность, борьба за власть клановых группировок, кризис легитимности власти, династический кризис, кризис властной пересменки, массовое антивластное протестное выступление и восстание, кризис общегражданской идентичности, нравственный кризис гедонизм, этнические конфликты, инокультурная экспансия, поедательство национальных элит, финансовый кризис, дефицит финансов в распоряжении государства, отсутствие властной комбанды политической воли, решимости слабой главы государства. И вот увидим из этих 15 по 9 параметрам, то в России эти угрозы существуют как реальные и весомые. Вот по этим уже 15 параметрам, как и наиболее важными по тому же перечню стран, мы видим замеры, вот те государства, которые в итоге погибли, которые, в общем, можно идентифицировать, как государства в предгибельном состоянии, тут набирают по 30 максимальному по этому подсчете количеству баллов. Вот показатель Российской Федерации 22. Тоже достаточно тревожный и говорит о том, что, в общем, если даже брать вот эти наиболее значимые факторы угроз распада, ситуация плохая. А насколько это все феноменологически реально? Может быть, это все, но, в общем, какой-то вариант этих индексов реальность совершенно другая? Давайте обратимся к общественному дискурсу. Вот здесь появляются карты, которые циркулируют на основе разных расчетов, прогнозов и так далее, которые в открытом доступе есть. Вот карты, где предсказываются и пролонгируется отчасти, значит, будущее, связанное с распадом России. Вот еще варианты такого рода карт. То есть, как минимум, в дискурсе это сегодня существует. Вот здесь составлена карта, условно, карта сепаратизма с теми центрами, которые позиционируются для создания новых идентичных государственных образований. И мы видим, что эта карта, ну, охватывает фактически всю Россию, и не только этнические регионы. Если говорить о кризисе идентичности, ну, наиболее известные резонансные проекты новых этнополитических сборов в России. Кавказский Эмират, Великая Черкесия, Павловский Калифат, Панфинский проект, Пантюркирский проект, Панмонголистский, Тибетский проект. Но есть и, условно, русские проекты русского сепаратизма, что новое, ну, относительно новое, но, во всяком случае, это поднимается на щит. Сибирский сепаратизм, Казацкий, Павловский, Дальневосточный, Европейский, с войцелом на вопрос о Калининграде, сепаратизм, условно, под названием Русь, и Залезский сепаратизм. Вот эта иллюстрация такая визуальная. На смену движения «Хватит кормить Кавказ», уже приходит «Хватит кормить Москву» и с соответствующими последствиями движениями этнополитических и не только региональных версий новых государств. А вот высказывания лиц, принадлежащих к соответствующей идейной политической платформе. Распад СССР еще не закончился. Мы находимся в процессе наивно полагать, что империя рухнула в один час, империя распадается долго и мучительно. Или, я честно говорю, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по уральскому хректу, я думаю, что это неизбежно и так далее. Демографические угрозы, несмотря на то, что сегодня власть говорит о каких-то демографических успехах, о реляции, о том, что с кризисом покончено, но вот прогноз ООН о развитии ситуации в демографическом плане в дальнейшем. Сегодня у нас на 2010 год 146 миллиона населения. Значит, через 100 лет, по прогнозу ООН, это будет 101 миллион населения России. Засадается естественный вопрос. 101 миллион. Он способен будет удержать это геополитическое пространство? Естественные демографии тут пролонгируют те же самые вызовы. А что наша концепция национальной безопасности? Вот она сформулирована, значит, красным. То, что из тех 100 факторов, что отражено в концепции национальной безопасности, или хотя бы названо, как угрозы. Вот красным мы видим, черным, что не отражено. То есть отражено менее трети тех факторов, тех угроз, которые реально действуют и могут подорвать российскую государственность. То есть можно говорить о том, что концепция в данном виде, она как минимум не функциональна. И последнее, завершая, это высказывание записи дневника Ледовика XVI, сделанное 14 июля 1889 года. Он записал в своем дневнике ничего. Это тот день, когда начался штум по стиле, началась французская эволюция. Он не заметил ее начало. Так же сегодня ведет и наша власть. В той критической ситуации, в которой сегодня находится Россия, произносится ничего, говорится о том, что есть какие-то успехи и потенциалы. И предлагаемые выступления, предлагаемые данные, это своего рода на благо, поизыв к властям обратить внимание, что ситуация в действительности критическая. Спасибо. Спасибо.